Из копчика выходит канал вниз в землю, он упругий как резиновый шланг, и вы даже можете чувствовать, что вы немножечко на него опираетесь. Когда вы копчиком опираетесь назад, есть такое как бы упругое пространство под ним, это и есть вот канал, который идет от позвоночника дальше вниз через копчик и тоже направляется в круг земли. Ваши корни растут, и сейчас их росту мы будем помогать звукам. Сейчас на вдохе мы будем представлять, что через свои корни мы вдыхаем энергию земли, доводим ее до центра живота, несколько раз на задержке дыхания на 1-2 секунды проворачиваем ее, и затем через копчик сбрасываем эту энергию, не эту энергию, а другую свою энергию вниз, и по каналу копчика эта энергия пойдет дальше в центр земли. И вот этот сброс будем оформлять звуком, он не оформленный, он никакой, то есть губы расслабленные, он может быть полустоном, он может быть просто таким разряженным, не оформленным звуком. И это делом. Я сейчас начну, а вы потом присоединяйтесь по форме, и я настройками буду помогать дальше. Продолжаем, звучим услышать меня. Каждая в своем ритме дыхания. И так по стопам поднимается через стопу, через ноги, звучим, звучим и слушаем меня. Через ноги поднимается на вдохе энергия и как бы промывает наше пространство живота, оборачиваясь там на задержке дыхания несколько раз. И потом как бы грязную какую-то воду сливаете через копчик, как будто бы это выводной шланг, как в стиральной машине. И вы сливаете, отжимаете, какой-то слив делаете, того, что вам не нужно, что это вызывает дополнительное напряжение в области живота, не позволяет потокам энергии там развернуться. И мы как бы делаем вот такую вот чистку. И в этой чистке очень важно чувствовать свои корни. Корни, которые идут от стопы вниз, и вот этот вот шланг, который идет из копчика в землю. И мы занимаемся вот таким оздоровлением своим. Интенсивность внимания на вдохе столько же, сколько на выдохе. Еще три раза. И заканчиваем постепенно. Делаем вдох, выдох с плечами. Еще раз. Хорошо. Второй, это была подготовка к самой практике от вести. Второй энергетический принцип связан с равновесием. С равновесием всего, в себе, во всем. Между вдохом и выдохом. Между всем. Между началом и возвратом. Между чем угодно. Я сейчас вам дам одну из форм поддержания равновесия в своей энергетической структуре. Их много, этих форм. У меня скоро выйдет видео-семинар, который будет посвящен только практикам равновесия во все стороны. Где центром равновесия, центром всех, точкой исхода всех векторов является животное жизнь. Так вот. Ильичка, извините, пожалуйста, у нас 7 минут и 5 минут на пересменку. Сколько у меня времени осталось? 7 минут на то, чтобы что-то делать, и 5 минут на то, чтобы уже готовиться, меняться. А, все-все, хорошо, да-да-да, спасибо, что напомнили, я буду. Почувствуйте сейчас объем живота. Сейчас внимание переведите на объем головы. И чувствуйте одновременно сейчас область головы, вот именно там, где музыка, как бы ауру нашего мозга. И вот энергетическую емкость живота. И энергетическую емкость живота. И сейчас внутреннее внимание определите, где у вас больше энергии, в животе или в голове. Вообще, как бы некий такой энергетический вес, где он больше, в животе или в голове. В голове, хорошо. В животе, прекрасно. Вот сейчас с этим ощущением головы и живота мы будем работать. Наша задача уравновесить ощущение энергетического объема головы и живота. Парный путь заключается в том, что женщина работает с животом. А ее головой на время парного пути становится муж. Это очень трудоемкий энергетический процесс достижения этого состояния, который пишут в веках. Потому что он требует полного доверия друг к другу. Вы представляете, что вы полный контроль за своей жизнью отдаете мужчине. Он будет решать, где вы будете жить, на чем спать, в чем ходить, какие украшения вам носить, краситься вам или нет, сколько раз у вас будет интимное отношение. У меня все решает он. Это апогей взаимодействия в паре. Это ее кульминационная точка. Развитие пары как единой структуры, как одного организма. Парный амонад – это один организм. И только в нем осуществляются все эти энергетические законы, которые прописаны в древних книгах. А до этого мы сами по себе. И это тоже неплохо вообще-то. Да, даже очень. Так вот, путь счастливой женщины может состоять в том числе и из того, чтобы чувствовать себя очень уравнобешенной и уверенной в себе. Тогда вы будете расслаблены, тогда вы постоянно в любой момент будете получать удовольствие от жизни. Рядом вы с мужчиной или вы сама по себе в руках травы. Парный амонад – это тоже очень хороший путь для того, чтобы этим стать. Парный амонад – это свои преимущества, и о них мы будем подробнее на семинах. Почему путь пары – это важно. А сейчас возвращаемся к нашему животу и голове. Ваша задача – мы будем звучать один и тот же звук. О – плотнее здесь, потому что внизу энергия более плотная по своим свойствам. А второй звук О – верху в голове, только здесь он будет лёгкий и разряженный. Длительность звуков здесь и здесь одинаковая. Ваше внимание здесь и здесь по своей интенсивности одинаковое. Понятно? И тон один и тот же. Меняем только качество звука внутри. Я показываю, вы присоединяйтесь в своём ритме дыхания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА